Из собрания натюрмортов музея для первого этапа выставки отобрали 43 холста. Первыми ценители живописи увидят работы художников, которые стали классиками отечественной живописи. На этой стене, к примеру, скромно разместился осенний букет Роберта Фалька. Кончаловский, Лентулов, Стажаров, Сафронова. Список авторов взят не со страниц истории советской живописи, а из фондов Орловского музея и ЗОН. Первоначальная идея выставить сразу все натюрморты семитысячных запасников благополучно провалилась. Дело в том, что в фондах музеев очень большое количество натюрмортов самых разных периодов, самых разных авторов. И более того, когда мы стали их отсматривать, эти работы, выяснилось, что их такое огромное количество, что эти залы всех этих авторов, которых мы хотели бы показать, не вмещают. Поэтому ограничились только 20-м веком и только холстом и маслом. В интересах целостности задумки в сторону отложили также натюрморты скульптурные и графические. Но даже та живопись, языком которой здесь кричит авангардизм, конструктивизм и русский модерн, лик советской реальности отразила вполне. Мы должны не только смотреть все время в будущее, мы должны смотреть в прошлое. И здесь очень яркий пример того, что не надо забывать те традиции, которые у нас есть. Забывая их, мы теряемся в пространстве времени. Символом своего времени стали натюрморты Ольги Малютиной. Хотя талант художницы так и остался в тени славы ее отца и учителя, модерниста Сергея Малютина. На картине 30-го года церковная утварь, иконы и книги, сваленные в груду. А внизу, как печать под смертным приговором прошлой жизни слова «опись». Это страшное время, репрессии, когда уничтожали церкви, когда убивали священников. Этот натюрморт действительно является документом эпохи. Эпоха эта неоднозначно и многогранна. На стенах музея она перетекает красками от изобилия к аскетизму, от трагедии к буйному жизнелюбию. Интересно, как каждый художник видит что-то по-своему. Ну то, что именно 20-й век, мне даже, знаете, какая-то гордость за это. Впечатления очень хорошие, такие уникальные картины, красивые, необыкновенные. Просто выставка, ну, выставка, посмотришь, а здесь вот что-то вот здесь вот откладывается. Увидеть картины советских живописцев, многие из которых выставляются впервые, можно до 6 октября. А в феврале стартует вторая часть проекта. СССР в натюрмортах покажут уже сугубо орловские художники.